Книга «Открытым оком. Первый том. Вопрос 255. Политика. Если бы Солженицын ехал через Барнаул, постарались ли бы вы с ним встретиться?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В 1979 году с Яковлевым Геннадием Михайловичем, в будущем иеромонахом Григорием, мы закончили начитывание на магнитофонную пленку «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, куда включили написанные мной два послесловия. На четвертую и седьмую книги «Архипелаг ГУЛАГ» очень помог мне при аресте и нахождении в тюрьмах и лагере. Я писал Солженицыну несколько раз, но ответа не получил. У меня есть подозрение, что он масон, и вера его не евангельская, а старообрядческая, основанная на преданиях и привычках. Я видел в фильме «Говорухина» солженицыным, как ведут себя его дети, как одета жена и теща в брюках, как сам он отвечает на поставленные вопросы. Ничего божественного в его ответах не нахожу. Просто очень умный человек, очень много переживший, очень опытный, дает избыточные советы. Живи мы с ним, сейчас в одной комнате я обязательно стал бы ему свидетельствовать о Христе. Быть может, ему мои разговоры по Библии будут нужны не более, чем его красное колесо мне. Встреча моя с ним не произошла, хотя через знакомых я пытался ее устроить. Все прошедшие годы я молился о его возвращении в Россию. Я постарался бы обратить его в истинное православие. Если бы он пожелал со мной встретиться, то мы бы поговорили очень о многом. Но нет ничего печальнее безответной любви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!